Всем привет! Давненько у нас с вами не было новостей по сериалу Ведьмак, а ну и неудивительно, ведь съемки его второго сезона вновь уходили на уже второй по счету вынужденный перерыв из-за коронавируса, но с этим покончено, работа опять кипит на полную, а у нас назрело полным-полно самой интересной информации. Что прямо сейчас снимает команда второго сезона, когда начнется работа над проектом Происхождение Крови, где всем ожидаем появление в главной роли Джейсона Момоа, какие сливы информации по будущему проекту есть уже сейчас, а также как партнерши Генри Кавилла по Ведьмаку Ани Чалотра и Фрай Аллен вчистую уделали своего маститого партнера. Все это и многое другое прямо сейчас. Итак, пойдем по порядку, еще в начале ноября Ведьмак опять ушел на вынужденные каникулы. Произошло это после того, как 4 человека из съемочной группы заболели коронавирусом, поэтому было принято решение для соблюдения мер безопасности свернуть все работы. Что же, спешу вас обрадовать, съемки возобновили, а мы с вами увидели некоторые интересные их слитые кадры. Например, тут мы видим подготовку к съемкам продолжения битвы под Содденом. Источники утверждают, что здесь же была замечена звезда Игры Престолов Натали Дормер, которой ранее прочили роль во втором сезоне Ведьмака и хоть позже сама актриса опровергла подобные слухи, мы-то с вами прекрасно знаем, в том числе на примере той же Игры Престолов и Возвращения Джона Сноу, что в некоторых случаях актерам не стоит доверять. Как бы там ни было, мы видим, как траву поливают или опыляют, не знаю как правильно сказать, некой горючей смесью. Очевидцы говорили, что позже на месте съемок были видны огромные пожары и задействовано много массовки. Что ж, хочется верить, что в будущем баталии в сериале будут выглядеть более внушительно, чем то, что мы увидели под Содденом в 8 серии первого сезона. Ну а тем временем подоспели и первые новости о таком интригующем сериале «Происхождение крови» от Netflix о первом Ведьмаке и сопряжении сфер. Как сообщает блог Рэкап, от его съемки предполагается где-то с мая по декабрь следующего 2021 года. То есть к концу 2022 мы запросто можем ожидать уже премьеры. Что касается участия Мамоа, там пока что, к сожалению, молчок, но зато уже есть некоторая слитая информация по другим персонажам. Итак, как вы уже могли догадаться, главные героини будут женскими. Правильно, это же Netflix в конце концов. Хотя первого Ведьмака все равно никто не отменял, по крайней мере я надеюсь, так что хоть один главный мужской персонаж тоже должен появиться. Что же касается женских, ими будут Эйл Жаворонаклид и принцесса Мервин. Эл примерно за 20, и она мускулистая и сильная, возможно воин, правда неизвестно эльф или человек, а Мервин и еще немного моложе. Предполагается, что Жаворонак, судя по ее имени, все-таки будет эльфийкой, тогда как Мервин окажется предком кого-то из теперешних правителей Северных Королевств. Кроме этих двух просочилась информация и о парочке других персонажей. Эйли, женщина, которая должна быть от 20 до 30 лет из клана эльфов, которые используют ножи в качестве основного оружия. Продюсеры ищут разноплановую актрису на данную роль, особенно с опытом танцевальной и каскадерской работы, что определенно говорит о том, что в течение шести эпизодов первого сезона будет много сражений. Ну и наконец, о чудо, первая мужская роль, Фьял, хотя он примерно того же возраста, что и Эйл, может немножко старше. Данный персонаж из противостоящего клана, это подразумевает, что в будущем, скорее всего, произойдет столкновение за господство, возможно, кстати, между эльфами и людьми, хлынувшими в их мир после сопряжения сфер. Фьял не только физически силен, но и описан как грубый, мощный и с очень развитой интуицией. Безусловно, контраст с изящной силой, которую можно было ожидать от Эйли, налицо. Интересный факт, что характеристика Фьяла довольно сильно схожа стипажом Джейсона Момоа, ну разве что актер постарше, так что возможно, как раз только что мы с вами описали именно его героя первого ведьмака. В конце концов, не зря кроме силы в характеристиках говорится об особой интуитивности, может быть это как раз прообраз чрезвычайно развитых благодаря тренировкам и эликсирам ведьмачьих чувств и рефлексов. Как бы там ни было, пока что можно смело говорить о том, что в будущем сериале от Netflix очень вероятно женское доминирование, как минимум по перечню его персонажей. Что в целом не очень удивительно и тут крайне интересный и примечательный момент. Дело в том, что недавно всемирная платформа АМДБ проводила свой ежегодный рейтинг лучших мировых звезд кино. И в данные топы попали сразу трое из сериала Ведьмак. Во-первых, Генри Кавилл, который занял завершающее 10 место по версии платформы среди лучших актеров и актрис этого года. Делаю сразу поправку, что отдельных категорий и деления именно на актрисы и актеров тут не было, то есть выбирали 10 из всех вместе. И вот Генри оказался последним, тогда как его молодая коллега Фрая Аллан, исполнительница роли Цири, заняла 9 место в рейтинге топ лучших прорывных звезд уходящего года. То есть Фрая получила свою награду именно в топе дебютантов, которые сделали рывок в карьере. Ну и наконец, как это ни странно, такая многими любимая в кавычках Аня Чалотра, исполнительница роли Йеннифер, стала победительницей в топе прорывных звезд, заняв в нем первое место. А также угодила и в топ лучших актрис актеров года, именно там, где Кавилл оказался десятым, вот только партнерша по съемкам удостоилась куда более высокого места в топе, заняв в нем третью позицию, то есть на целых 7 мест, обогнав знаменитого британца. Вот что сама актриса сказала на данный счет. «Это невероятно интересно, быть названной звездой прорыва АМДБ 2020 года, идти по стопам стольких блестящих актеров – это большая честь. Я невероятно благодарна всем, кто проявил интерес и поддержал мою работу в этом году через АМДБ», говорит Чалотра. «Мне невероятно повезло, что я получила награду АМДБ Star Matter, мою самую первую награду от АМДБ и АМДБ Про». Ну и как вам такое? Конечно, многие недоброжелатели Чалотра сейчас уверен уже полезли за гнилыми помидорами, от себя же скажу так. Именно как актриса Аня очень неплоха, об этом я говорил не раз. И Йеннифер она пыталась играть как могла и даже местами очень недурно, просто возраст актрисы, а также ее внешность не очень-то подходит для именно этой роли. Так что здесь вина не столько Ани, сколько тех, кто ее выбирал. Но, конечно, при всем этом, лично по моему субъективному мнению, все-таки даже в Ведьмаке игра Кавилла была на голову выше всех, в том числе и Чалотры. Так что прорывной дебют это пускай, а вот в рейтинге звезд разместить партнеров по съемкам в таком порядке, как мне кажется, это довольно неоправданно. Хотя чего там греха таить, топ этого года почти полностью женский. Да, как бы феминистки не кричали об утеснениях, среди лучшей десятки 2020-го всего-навсего двое мужчин. Генри на последнем месте и 17-летний Эйден Галлахер. Тогда как победителем стала кубино-испанская актриса Анна де Армос, которая снялась в детективной ленте «Достать ножи» и новом фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Второе место в рейтинге заняла Джулия Гарнер, известная по ролям в сериалах «Трагедия», «Вайко», «Маньяк» и «Американцы». И далее Аня Чалотра, Милли Бобби Браун, Эрин Мориарти, Марго Робби, Аня Тайлор Джой и Линда Карделини. Как бы комментарии излишние. Ну что ж, поздравляем победителей, или чего там голову морочить победительниц, и давайте все-таки вернемся к теме Ведьмака. А там, как стало известно недели ранее, снимали некую очень важную драматическую сцену между Цири и Йеннифер. Ранее мы сообщали о воссоединении на съемках чародейки из Венгерберга с Белым Волком, но вот то, что произошло между ней и ребенком предназначения, куда более интригующе. В нашем распоряжении имеется стенограмма их диалога, предлагаю ее послушать. Йеннифер, его здесь нет, его никогда не было. Цири, вы предали нас, у нас были проблемы, и нам нужна была ваша помощь. Йеннифер, я была эгоисткой, глупой, пойдем со мной, забери лошадей, сейчас же. Интересно, не находите? Контекста мы, конечно, не знаем, но примечательно, что речь идет о неком предательстве. Такого в книгах, насколько я припоминаю, не было. И кто именно предал Цири, а также почему, каким образом тут причастны Йеннифер, и как сложатся их взаимоотношения с ребенком предназначения, кажется мне, что авторы сценария все более и более отходят от книг, пытаясь сплести свою собственную историю. Что же, интересно, что именно они придумали. У кого есть предположения, пишите их в ваших комментариях. А я еще хочу поделиться с вами настоящим эксклюзивом. У Белого Волка теперь новая лошадь. Да-да, платва теперь вороного цвета, и, конечно, большой вопрос, что же случилось с прежней. Вряд ли что-то хорошее, особенно если вспомнить, как недавно мы видели обилие искусственной крови на съемках именно с Генри Кавиллом. Мы тогда еще думали, кому она принадлежит, Белому Волку или все-таки Платве. И вот, кажется, ответ у нас есть. Так что перед вами новый конь Ведьмака, а также кадры того, как он атакует на нем кого-то с обнаженным клинком. По словам очевидцев, там снимали следующее. Геральт предположительно атаковал нильфгардцев, напавших на Йеннифер. Была также снята некая сцена расправы, возможно, даже и массовой. Предположительно, это нильфгардцы сводили счеты с простыми сельскими жителями. Тогда же была снята еще одна сцена с участием Йеннифер и Цири во все той же масштабной битве. А еще сцены в эльфийском лагере с участием Тома Кантона, который играет Фила Вандреля, Мессии Симпсон, это Франческо и других эльфов. Ну и напоследок, обновление каста. Роль грозной королевы Лирии и Ривии Мэвы исполнит Ребекка Хансен. Это уже официально, мы точно не знаем, в каком именно количестве серий должна появиться актриса и ее героиня. Но максимум их количества может достичь четырех. По описаниям роли, Мэва будет очень сильным женским персонажем, который способен, или точнее которая, способна заткнуть за пояс любого мужчину. Ну в общем, женская сила и все такое. Ну и самое интригующее. Вы уверен, все прекрасно помните знаменитые сцены из Блавикена, где в самом деле хореография боя была поставлена отлично. Нужно отметить, что ею занимался Вольфганг Штегеман. И сейчас, спешу вас обрадовать, этот мастер своего дела опять на съемочной площадке, курируя некую сцену с участием Генри Кавилла и других ведьмаков. Ее снимали пару дней назад, и мы знаем лишь, что в битве будет множество ведьмаков. Кто же станет их противником, на данное время загадка. Некий сверхмогущественный монстр, против которого не устоять в одиночку даже Белому Волку. Или возможно на подобии игр общий враг атакует Каэр Морхен. В общем, предлагаю обсудить этот вопрос в комментариях, потому что на сегодня по новостям у меня все. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и делиться этим видосом, а также нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а сейчас давайте общаться под этим видео. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и всем пока.